Ну что же, всем привет, с вами Джекей, и мы начинаем играть в БК-3, сейчас мы промедитируем, чтобы подождать до полуночи, и продолжим играть. А вот и полуночь. Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Трис, сейчас не время для таких игр и не место. Может, я тебя удивлю? Но кандалы служат не только для забавы. Подумай, если ты приведешь охотникам подлую Трис Миревой, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизни Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Да по-любому. Хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я представляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Люти? Сейчас сразу отсекаешь. Не вариант. Менге гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ну ничего, придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, на самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы. Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем... Я думал, тебе нужны деньги дикстры, чтобы помочь... Это правда. Но золото может... Мне все это по-прежнему не нравится. Ну, что ж поделаешь. Пойдем. Мне даже интересно стало, как это все пройдет. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Сыри важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да? Хорошо. 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 Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она! Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавать ему привет от меня и моей подружки Мерри Гольд. Добро! Бери ее и иди за мной. Ты никуда не отходи. Что за мной тоже иду, да? Ладно. Да. Проклятые семьи! Тьфу! Безбожник! А! Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Мерри Гольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Дирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Ни его просто еще. Гордая, да? Ну, погоди. Вырву тебе ногти, так запоешь по-другому. Так. Дай второе выберет. Ладно. Забирайте ее, чтобы она нам не мешала. Но трогать не смейте. А че это? Жалко ее стало? Нет. На кой хрен она мне? Только если не сговорюсь с Менге, продам ведьму кому-другому. Не хочу, чтобы вы товар испортили. Тот же деловой. Получишь ты свои деньги, не волнуйся. А Мерри Гольд получит, что заслужила. Ой, сейчас... Без меня пыток не начинать. Ясно? Да. Без пыток. Что? Чары наводят. Выродок, взять его! Оранжевая. Оранжевая. Черт возьми Почему я не успела? А, у меня факел в руках Жесть У меня факел в руках была, не... Как он называется? Не арбалет Жесть Я думал, у меня факел в руках, арбалет в руках Ну ладно Ну и сейчас сейчас изменим все действия Настя Настя Смотрите продолжение в следующей части. Повезло немножко. Ну сейчас разберемся, что это первое, тогда ладно, используем. Как не рассказывать, там просто многоватося битвы противников. Не, конечно, могу я с ними справиться, но лучше не буду пытаться. Смотрите продолжение в следующей части. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все! Хватит! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 шелк так короче мы ничего не можем приготовить давайте выбрасывать то что нам не нужно так сломанная грабля мы выбросим от них толку нет это дорогое фиалы выбросим 6 штук целых дорогое ну так себе дорогое дорогое это выбросим чуть не дорогое так все вставляем остальное сейчас еще посмотрим как там у нас с перегрузкой так здесь мы разделимся но сначала надо будет пустить этот сарай по виду верно мы оставили здесь слишком много следов да а кроме того мне надо выпустить пар послушай есть еще одно дело только не здесь конечно не сейчас приходи ко мне когда сможешь вот мы разобрались сменки пойдем уже отсюда как ты зажжешь поскольку будет гореть как ты все сделаешь стоп я не досмотрел так так давайте расскажем тексты что так что о кто это это господин райвен просит на пару слов нетерпеливый сучий сын что ничего я скоро буду а ну вот все кого я верю геральт из риви ты перестанешь за мной шляться так как только ты скажешь где моя казна а мы с менги не сговорились совсем совсем это объясняет пожар в казармах надеюсь моя казна не пылает вместе с охотниками я ее не видел а 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть значит ты пришел ко мне с пустыми руками во первых это ты ко мне пришел а во вторых кое-что в руках у меня есть ключ от сейфа я нашел его у менги классный ключ а искать сейф ты предлагаешь мне это будет непросто но что же делать и так неплохо поработал послал и можешь оставить при себе меня интересует награда геральт все ведьмаки такие бестыжи или только ты что ты имеешь ввиду ты меня обманул снова что с самого начала знал кто вынес мою казну но не захотел любезно поделиться своими соображениями как ты узнал теперь я задаю вопросы неправда это была констатация факта дикстра на меня не производят впечатления эти твои пафосные реплики давай разговаривать как взрослые люди пх-хахаха геральт надо бы приказать чтобы тебя удушили но я люблю тебя супер я тоже тебя люблю граф ты несчастный слушай или скоро мы открыли карты как ты меня раскусил я с самого начала знал что ты что-то задумал ты не торговался за вознаграждение а потом когда я по своим каналам узнал что в доме марк графа хэнкеля видели лютика у меня все сложилось в одно целое ну хорошо пора свести счеты это угроза напротив ты мне помог так что тебе полагается награда несмотря ни на что готов поспорить ты все еще не знаешь что с лютиком нет но я напал на след кого-то кто может знать кажется какого-то шпиона он подписывается как юмор лак беда в том что в письме от него написано как организовать встречу но ни слова о том где разрушенный дом в застенье дай сигнал и он придет в тот же день перед полуночью это может следующий раз спасибо за помощь не стоит благодарность я всегда отдаю долги даже лжецам а под конец нижайшая просьба никогда больше не пытайся меня обманывать никогда считать сши 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 так как подпишись сши сши или нет я я в кроме в 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 месяц Продолжение следует...